Как установить драйвера? На операционной системе Windows 11 на ноутбуке. X507UBR. Открываем вторую ссылку Asus X507. Переходим в техподдержка. Выбираем X507UB. Ок. Выбираем драйверы и утилиты. Пожалуйста, укажите CPU или наименование модели BIOS. Выбираем нашу модель X507UBR. У меня это серия. Пожалуйста, укажите OS. У меня это Windows 11, но подойдет драйвера от Windows 10. И в итоге все наши драйверы доступны. Давайте начнем скачивать каждый из драйверов. Это у нас драйвер package, network, сетевой, Wi-Fi, чипсет, аудио, графика, Pointing device. Это touchpad, ATK, Bluetooth, software and утилиты, BIOS. BIOS нам не нужен. Biometric authentication. Надо все это скачать, все драйвера. Скачивайте просто кликнув. Допустим, вот драйвер package скачать. Происходит скачивание. Если вам нужно, допустим, здесь написано «Показать все», здесь вы выбираете «Показать все» и смотрите, какие драйверы доступны. То есть, самые свежие версии сверху находятся. Вот по версии смотрим. Версия 27.21.2, здесь 19-я версия. Intel VLAN драйвер. Есть также Qualcomm, Ateros, Wireless LAN. Realtek есть. Если не знаете, скачивайте каждый из них и пробуйте установить. Теперь нам нужно скачать драйвер NVIDIA. Пишем NVIDIA. Загрузка драйверов NVIDIA. Тип продукта выбираем GeForce. Серия продуктов MX100 серии с ноутбук. GeForce выбираем MX110. Операционной системы Windows 11 в списке нет. Показать все операционные системы. И здесь только Windows 10. Мы можем выбрать только Windows 10 64 бита. Подойдет и для Windows 11. Поиск. Теперь скачиваем этот самый драйвер «Загрузить сейчас». Загрузить сейчас. Перед установкой драйверов обязательно отключитесь от интернета. Сейчас у меня нет подключения к интернету. Если у вас Wi-Fi сеть, отключайтесь от Wi-Fi сети. Если у вас по кабелю подключен, отключайте кабель. Открываем правые клавиши на меню пуск. Диспетчер устройств. Во вкладке «Другие устройства» большинство устройств как неизвестное устройство. А также у нас здесь написано «3D видеоконтроллер» — это драйвера для видеокарты. «PCI контроллер» — «Simple Configuration». Все эти восклицательные знаки — это неустановленные драйвера. Нам нужно их установить. Первое устройство — это у нас чипсет. Начнем с чипсета. «Setup» — «Чипсет». Далее «Принять» — «Установка». «Перезагрузить позже». Можно позже перезагрузить, но если нужно, можете сразу же после этого перезагрузить компьютер. «ATK Package Asus Keyboard Hotkey Setup Wizard». Давайте установим это приложение. Закрываем. Перезагрузим позже. Давайте установим «ME Setup». «Запуск». Компонент «Intel Management and Gain». Далее. Я принимаю условия лицензионного соглашения. Далее. Далее. И устанавливаем. Во вкладке «Другие устройства» стало меньше устройств с восклицательным знаком. Готово. Теперь можно перезагрузить компьютер. Давайте перезагрузим компьютер, чтобы изменения вступили в силу. И продолжим установку драйверов. Перейдем в сетевые адаптеры и видим, что здесь у нас «Intel Duant Band Very Wireless». Значит, драйвер от «Intel». Ищем «VLAN». «VLAN Call.com» не подходит. «VLAN Realtec» также не подходит. «Wireless LAN Intel». Выбираем его. И запускаем. «Next». «Установить». «Next». «Install». Распакуем драйвер в «Gram». Откроем папку. Откроем архив. «Скопировать». И создадим папку на рабочем столе и туда скопируем все. После распаковки драйверов, давайте укажем путь до нашего драйвера. Переходим в «Видеоадаптеры». «Базовый видеоадаптер Microsoft», «Драйвер», «Обновить». Найти драйвер на этом компьютере. «Обзор». Выбираем рабочий стол, новая папка. «Ок». И далее. Происходит установка драйвера. И сейчас базовый видеоадаптер должен поменять на Intel драйвер. «Графики». Система Windows успешно обновила драйвер. Закрываем это окошком. И видим наш драйвер. То есть 2019 года Intel HD Graphics 620. Теперь в видеоадаптерах у нас находится Intel HD Graphics 620. Нужно обязательно перезагрузить. Но мы продолжим нашу установку. Следующий драйвер это у нас драйвер NVIDIA. Давайте его установим. Запуск от имени администратора. И в других устройствах должно исчезнуть 3D видеоконтроллер. Распаковываем наш драйвер. «Ок». Проверка совместимости системы. Выбираем графический драйвер NVIDIA. GeForce Experience нам не нужен. Принимаю продолжить. Выборочная установка. Далее. Если вы ранее устанавливали драйвер NVIDIA. Выбирайте галочку «Выполнить чистую установку». Далее смотрите какие программные обеспечения будут установлены. Это графический драйвер. А также системное программное обеспечение Physics. Если не нужны какие-либо приложения. Допустим убираете галочку. Далее. Установка NVIDIA завершена. Закрываем это окошко. И сразу же в списках видеоадаптеров у нас появился NVIDIA GeForce MX110. 3D видеоконтроллер исчез. Теперь можно перезагрузить компьютер. При подключении к интернету можем каждую из драйверов устанавливать. Просто обновить драйвер. Автоматический поиск драйверов. Здесь он не нашел драйвер. Следующий драйвер. Неизвестное устройство. Драйвер. Обновить драйвер. Автоматический поиск. И таким образом ищем все драйвера, которые нужно установить. Я запустил снайпи драйвер и инсталлер. И вижу какие драйверы они установлены. Это у нас Wireless Bluetooth драйвер. Intel Serial UART Controller Host. Intel Dynamic. И все галочки, которые требуют установки, выбираем. И устанавливаем. И установить. Все драйверы были успешно установлены. Закрываем снайпи драйвер и инсталлер. Обновить конфигурацию оборудования. И у нас только одно неизвестное устройство. Ну а основные драйверы у нас были установлены. Продолжение следует.